Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы. Всех приветствую. Всех, кто пришел когда-то в этот мир. Только христолюбцев, но и всех людей на земле. Сегодня у православных праздник Пасхи. У православных, в смысле, что они сегодня празднуют. Я решил тоже ролик записать. Кто по мне скучал, скучает. Всем привет. Хотел тоже слово сказать. Может кому-то будет полезно, интересно, отрадно. До сих пор мне пишут, конечно. Кто-то с вопросами, кто-то просто так. Кто-то до сих пор жалит. Бывают и такие. Но я хотел кратенько сказать, что, в принципе, вся истина, она в простоте. И, кто меня знает, до сколько лет я жил после покаяния. Живу пока на этой земле. Проповедовал я несколько лет на Ютубе. Активно. Весь у меня целиком Новый Завет записан на канале. Христолюб. Есть огородно-нагорные проповеди, как я их называл. Вот сейчас я год практически прошел, как я ничего не писал. Но кто помнит, осенью я тут все-таки в Бузулуке писал. Скоро я отсюда уезжаю, наверное. Дальше. Колесить. Немножко я писал, да. В основном, ну, выкладывал, видели ролики о помощи. Стараюсь помогать, кто ко мне обращается сам. И привлекать помощь. Ну, и несколько роликов тогда, пока осень была тепла, что-то меня распоперло. И я, кто помнит, прогуливался. Такие прямые даже. Я там трансляции сразу с мобильника ставил. Сейчас потеплеет. Не знаю, где я буду. С июня месяца. Скорее всего, май последний. Я здесь буду в Бузулуке. Дальше я уеду. Или в Оренбург, или в Воронеж, или в Москву. Пока не знаю. Вот. Ну, может быть, буду что-то писать. Ну, и сегодня такой день. Хотелось, что-то меня Господь положил на сердце. Все-таки записать ролик. Думается мне, если вы его смотрите, значит, он увидел свет ютубовский. Вот. А записать вот такие вещи простые, да. Что сказать такие простые вещи, сделать ролик. Ну, и ролик тоже простой. Что-то неохота мне даже картинки какие-то прилеплять. Монтировать что-то так вот в сыром виде. И кто знает, я люблю вот такие живые записи без всяких там. Ну, я монтировал, и тоже, кто знает, все это делал. Но сейчас тут никакого нет нежелания. Ни порыва души. Вот. Все вы с прекрасным, я думаю, воображением. Уж эти евангельские события, вы все знаете наизусть, о которых я сегодня буду вспоминать. Жизнь познается через простые три вещи. И то, это не вещи, это природа бытия. Что такое истина, да? Истина – это то, что есть. Помните, как Господь Моисей сказал, «Я есть, я есть, я то, что…» «Я есть, кто, как твой имя, я просто есть. И все, что есть, это я. И видимые, и невидимые, альфы, и омега, и первые, и последние, начало и конец – это все я. Я был, есть и буду. И невозможное – возможно. Все вот это относится к бытию. И поэтому те три вещи, о которых я буду говорить, они не принадлежат никому. Ни христианам, уж тем более там ни православным, ни католикам, ни протестантам, ни баптистам, ни пятидесятникам, ни самым там хремучим сектантам. Они не принадлежат ни мусульманам, ни индуистам, ни буддистам. Никому. Они просто есть. И эти простые истины или природы бытия я начну сначала. Хотя сегодня у нас воскресенье Христово по празднику православных, мы празднуем именно в этот день. Это символ вечности. Не просто символ, а опять природа вечности. Бог вечен. Его убили после его плащения на земле, но он ожил сам, имея жизнь сам себе. Ибо убить его невозможно. Изничтожить и ничтожить бытие. Творца, его невозможно. Но начну я сначала. И вот я сразу назову еще раз эти три природы бытия, которые просто есть. Какие? Первое – это свобода. Это и есть бытие. Я не помню, в каком месте красиво. Я уже давно ничего не читаю. Я не читаю даже Евангелие. Не читаю ни Новый Завет, ни Ветхие, ни предания. Но я читаю, меня люди просят. Я сейчас общаюсь с разными людьми. И я с удовольствием читаю. Если меня кто-то лично просит, я могу даже сам читать. Я это делаю сейчас. Но сам себе я как бы не читаю. А вот кто меня просит, я с радостью людей знакомлю с Евангелием. Да и с Ветхим Заветом рассказываю оттуда. В общем, это часть моей жизни, конечно же. Вживую я, кстати, можно даже сказать проповедную. Я действительно делюсь этой вестью. Ибо считаю ее истиной. Хотя с разными искажениями, дошедшими до нас. Но все события в Библии от Альфа до Омега описаны. От Сотворения до Второго Пришествия. Я считаю правдой. Я говорю, с искажениями человеческими, с напылениями. Но действительно там много правды. В проценты не буду даже фантазировать, предполагать, пророчить. Я не знаю. И первое, это, конечно же, приют бытия. Это свобода. Сейчас я по Евангелию, как я это люблю, кратенько просто упомяну события, которые нам об этом говорят. Свобода. Второе, это любовь. И третье. Свобода. Любовь. И вечность. Эти три природы бытия, они ни от чего не зависят. Познание истинности их, оно просто есть, достаточно посмотреть вокруг себя на бытие, ну и в частности на человека, потому что человек создан по образу и подобию живого Бога. Какой символ свободы? Это, здесь я не буду, в картинке, честно, никакого желания лепить нет, ролик. Это Рождество. Рождение, воплощение, вочеловечение, много разных слов, применимых к этому событию. Сошествие Бога на земле. И, по сути, не только его Рождество, но и весь период от его Рождества, от воплощения до его явления Христа народа. Помните, я люблю очень эту картину Иванова, русского художника, «Явление Христа народа». Кто-то еще Троица называет, где там и голод, видно, сходит с небес. Ну, к реке Иордану на крещение, помните, да, Иоанн Креститель там указывает на Агнца. Вот, вот все это, что этот момент явления Христа народа, что Рождество его, а, по сути, этот период, не зря кто читал Евангелие, знает практически ничего, мы не знаем о жизни Господа воплоти, буквально на протяжении всей его земной 30-летней жизни. Вот, ну, потому что они действительно не играют, как таковой, как бы, роли, да, в познании истины каждым человеком. Вот, поэтому эти события все упущены, опущены, хотя их вполне могли описать достаточно подробно, да, мы по памяти жизнь соседа можем какую-то пособирать, вспомнить, да, его жизнь яркого человека, и хотя бы после того, как он просиял, пусть и его неяркую жизнь до этого, можно что-то насобирать, узнать, ну, в Евангелии, вы знаете прекрасно, как скудно, мягко скажем, описана нам жизнь Бога воплоти до его явления народов, так скажем, для проповеди, да. И вот это событие, сошествие Бога на землю, это и есть свобода. Никто его не заставлял. Это личностный, свободный выбор Бога, показать человеку путь к счастью. Царство небесное, это не царство палки, туда невозможно купить вход, заработать, прокрасться туда, да, как Господь и нуде в орб перелезть. Любыми способами, соблюдением законов, правил, обрядов, ничем, туда можно попадать и быть тем, и испытывать то блаженство, только на том уровне, на каком ты достиг его чистотой, святости своей души, богоподобием. Вот насколько ты свят, светел, чист, богоподобен, настолько ты будешь там, где твоя душа, твой внутренний человек, который явит спрос для разрушения вот этой временной телесной оболочки, тем ты будешь, там ты будешь, и то ты будешь испытывать. И с теми ты будешь, и тебя будут окружать соответствующие вещи, и живые, и неживые. Поэтому Господь нам проложил лишь путь, ничего он больше не сделал. Все там эти бредни об искуплении, о халяве или о законничестве, это все полная ерунда. Вы прекрасно знаете, кто слушал мои проповеди. Человек то, что он заслушивает, и будет он там, что он заслуживает. Ну, вы знаете, по делам суд будет. То есть, что такое по делам? Не смысл, что ты там чего-то батра, а просто, на самом деле, отпознание твоей истины от твоей жизни. Если ты действительно познаешь вот эту истину, свободу, любовь и бессмертие, ты будешь жить соответствующим. И отпознание от истины, и от изменения максимального в своей жизни, ты будешь там. И то, там можно будет дальше ее изменять, и в лучшую, и в худшую, кстати, сторону. Я уверен, тоже. Почему я так уверен? А потому, что свободу после разрушения этой телесной оболочки никто не отменит. Это природа бытия. Человек всегда будет способен творить добро и зло. Бог свободен. Он может делать зло? Может. Он его делает? Нет. Но он может. Он абсолютно свободен. Никто, над ним нет никого. Но он настолько свят и совершенен, что он никогда его не делает. В нем нет ни грамма мести, ни грамма злобы, ни грамма ненависти. Все, любое его действие абсолютно направлено на благо его создания. Сам он не гневается, не злится, не сердится. Бог – это абсолютное добро. И вот это вот схождение, воплощение, показать человеку свой путь – это и есть свобода. Первый выбор. Зачем ему это надо? Это любовь тоже самое. Его сподвигло на это любовь. Эти природы, свобода… Знаете, как троица любит там у православных троица, у католиков. Дымных у кого. Вот вам троица. Свобода, любовь и бессмертие. Она неделима. Понятно, что сойти на землю его тоже заставила любовь. Бог любит свое создание. Он есть любовь. И он сошел. Это ведь первопричина любого доброго дела, то есть любви, есть сама любовь. Просто самое дело сначала зарождается здесь. У него есть источник. Я захотел, и я сделал. Я захотел, то есть я помыслил и воплотил свои мысли в жизнь. Поэтому источником сошествия была любовь. Но, так скажем, финишем этой мысли, желания, был свободный выбор. В пользу любви, конечно, в пользу добра. Но он сделал выбор. Да, можно подумать. Слушай, пойти дать 100 рублей или не дать. Мы с хорошей, хорошей решением. Выбор, какой ты сделаешь, дать или не дать. Помочь или не помочь. То же самое наоборот. Отнять или не отнять. Еще сама мысль, она только в голове. А вот выбор, решение, которое ты сделаешь, примешь. И выбор, который ты сделаешь, или решение, которое примешь. И поступок, который в оконцовке совершишь. Это и есть результат твоего выбора. Вот это свобода. Эта же свобода, так как Бог символ круг, символ вечности, символ богожества, символ природы бытия, круговорота. Это же символизировать будет вознесение. Конец жизни. Бога на земле, который символизирует вечность. Он родился, умер, вознесся туда опять. Что это символ уже? Он оставляет нам. Это подарок, дар человеку. Ибо человек, но он дар-то был с самого начала. Это только связано с теми событиями, которые были. Но по сути он дан еще от рождения. Но при этой же самой благой вести тебе оставлен этот дар символ. Бог не остался на земле. Иисус воскрес и вознесся. Он не принял царство, не сел на трон. Он не принял в себе поклонение как бессмертному Богу-человеку на земле. Поклонение. Стал всех. Ах, вот вы, вот. И все бы побежали действительно. Он всех мог в червяков превратить. Нет. Он опять возносит, оставляя нам абсолютную свободу, какая у нас есть по образу и подобию Бога, пройти этот же путь. Все. Все вы видели картинку, которую не расслепил. Очень прикреплял, очень красиво. Все было наглядно. Я хочу на словах, чтобы у вас все это рисовало в своем воображении. Вот. Вот вам свобода, природа, бытия. Никто ее никогда у человека. Все, что мы надо... И какие выводы можно из этого первого очень хорошего сделать? Никого, я всегда это говорю о своей проповеди, никогда, никого, ни в чем не вините. Ну, максимум в том, что вы сделали что-то хорошее. Можете как раз обвинив этого человека, приписав, тем самым ему, наоборот, респект, да? Что вот это он мне, смея, я бы так хорошо не поступил. То есть воздаешь, наоборот, славу не себе, а это, наоборот, античеславие, да? Или скромность, смирение, ты, наоборот, человеку, кротость, ты человеку воздаешь славу, говоря, это он меня подтолкнул на этот добрый поступок. Если бы не он, я бы этого не сделал, да? Если бы он тогда мне не сказал, или не помог, или не посоветовал, я бы так не поступил. Но плохое никогда никого ни в чем не винит. Если вы хотите раскрыть в себе эту божественную природу и стать богоподобным, во всех своих грехах вы виноваты только сами. В любом поступке. Да, вас искушали, это было. Да, были причины того, что вы так поступили, как бы. Не так, вернее, а причины были поступить так или иначе. То есть кто-то создал эти обстоятельства вокруг вас. Да, это люди злые и нехорошие на сегодняшний день. Но как ты поступил, это твой выбор. Вы знаете, у древних мудрецов прекрасный трасс. Есть путь возникать под ногами идущего. Это жизнь. Еще одна мудрая старая черепаха в одном небезызвестном мультике говорила одной жирной толстой панде. Прошлое забыто, грядущее закрыто. Настоящее. Живи им. И потому она называется настоящая. Вот она есть истина. Она есть сейчас. Не смотри, что там. Не фантазируй о будущем. Живи сегодня, сейчас, сию секунду. И поэтому вы вольны даже под пытками, под муками физическими, допустим, выбрать добро. Абсолютно. Любой человек свободен. Когда нам кажется, что вот, мы не можем там бросить работу, мы вынуждены там воровать, потому что мне 10 детей, наверное, на работе ворую, обманываю. Ну, ты можешь бросить и найти другую работу. Любые стесненные обстоятельства, которые нам кажется, я вам скажу, почему мы этого не делаем, мы не делаем выбор в пользу добра. Я вам сразу открою не тайно, а просто облечу тех, кто так не поступает элементарно. Это от неверия в Бога, в его всемогущество, в его промышление. Если бы я верил, что Господь меня оставит в нем. Если я выберу добро, может быть, я еще пострадаю до какого-то времени, но мне это опять полезно. Я делаю выводы, я испытываюсь, я сам себя познаю. Но в оконцовке он не попустит больше, чем мне надо. То есть это неверие просто тупо, кстати, в Бога любовь. Ну, к чему все время, вы знаете, у меня все кроется вокруг одного. В то, что он Бог, ты причем не веришь, и в то, что любовь. То, что Бог, что он все может, то, что Бог, это Бог. Вот им все это в его голове, он может все сделать, море раступить, мертвого скрестить. Поэтому я не верю в него ни в Бога, ни в любовь. Что любой его поступок направлен мне во благо. Все. И это от неверия. Если бы была вера, выбор твоей свободы всегда бы был направлен на добро. Это всегда. В вечную жизнь неверия. Соответственно, Бог, истина, вечность. Это одни эти слова. Бог жив, вечный, ты так жив. То есть я не верю ни в Бога, его всемогущие, ни в бытие, ни в любовь. Что он? Ни в вечность. Я в это ни во что не верю. Вот опять в эти же три вещи. Я не выбираю свободу, потому что я не верю. Потому что если я не верю в вечность, сейчас мы дойдем до воскресенья, да. Как я буду выбирать сегодня? Ешь, пей, веселись, душа моя. Сегодня, да, а завтра умрет. Я тогда и буду грабить, убивать, насиловать и прочее, прочее, прочее. Один день живу, мне кажется, это удовольствие. Завтра меня не будет, никого не будет. Соответственно, кстати, и суда не будет. Я и страдать не буду от своих поступков. А любые поступки несут последствия. Пожинают свои плоды. Так что вот это от неверия в это все. Если это ты веришь, а это бытие. И на самом деле верим мы, не верим. Бог есть, он любовь и он вечен. И ты по-любому пожнешь свои плоды. Вот поэтому, кто хочет дальше страдать там. Почему я никогда никто знает не про эту палку? В жизни она бумеранг. Господь так задумал бытие. Он такой, что он просто по лбу само бьет тому, кто творит зло. Рано или поздно. Вопрос только времени. Вот и все. А так и происходит. Вот поэтому символ свободы, это, конечно, именно сошествие Бога на землю. Можно назвать это смирением. Сейчас плавно перехожу ко второй. Это к жизни и смерти Иисуса. Бога, пришедшего во плоти. Очень известны слова смирения, терпения. Вы знаете, я стал их почти никогда не употреблять, не проповедовать. Потому что есть известное определение апостола Павла, что любовь – это совокупность совершенства. Потому что любовь – это даже не что-то, вот надо быть любвеобильным, смиренным, терпеливым. Нет. Любовь – это все. Ты никогда не сделаешь доброе дело к человеку, если ты не смирен перед ним. Только не в том понятии, как я всегда говорю, что головка у тебя ниже всех, ниже колен у тебя перед этим человеком. Нет. Смирение – это как раз противоположная черта гордости. Ты просто невозносишь на человека. Ты относишься к любому человеку, как к равному. Вот и все. Кротость – это не тщеславие, когда ты не хвалишься тем, что ты сделал, а ты с радостью сделал человеку, оказал любовь. Дело какое-то доброе. Помох или, наоборот, сверху навалял с избытком. Поэтому это все взаимо… И любовь – это совокупность совершенства. Она все в себя включает. Поэтому все это смирение, терпение – это все естественно. Ты никогда не будешь терпеть, если ты не любишь человека. Ну, а соответственно, видишь, ты смирен. Кажется, ты просто смирен. Нет, ты просто любишь этого человека. Поэтому ты не отвечаешь ему злом на зло. Злым словом, злым делом. И даже в мыслях у тебя уже этого нету. Или первоначальнее о том, что ты любишь человека. Ты понимаешь, что все это временно. И все мы здесь познаем истину. И в какой-то период времени всем мы придем к покаянию. Абсолютно всем. И поэтому второе, перехожу – это любовь. Первая – природа бытия – это свобода. Вторая – это любовь. Это вся жизнь Бога на земле, Иисуса. Она об этом свидетельствует. Кто не знает, почитайте Евангелие. Кто знает, вы все это прекрасно помните. Вся его жизнь была делом любви к человеку. И заканчивалась она максимальной эпопеей такой. Это даже когда его распинали ни за что. А точнее даже за добрые дела. Потому что помните, как Иисус сказал, за какое из добрых дел хотите убить меня? Они говорят, что не за добрые дела, а за то, что в нашей голове мы считаем богохульством. Вот так вот. Поэтому это, конечно же, любовь. Вот она природа бытия и она в каждом. Мы все хотим любви. Мы все хотим любви. И, кстати, мы тоже хотим любить. Потому что хотеть любви – это потребление. Значит, ты дырка, ты пустота. А вот когда ты любишь, ты полон. Почему Богу-то от нас ничего не надо? Не мы его должны накрывать. Любите Бога. Ему от нас ничего не надо. Он просто сорадуется, как дети, как родители сорадуются. Глядя на своих детей, когда те чистые, светлые, добрые, поступают хорошо. Мы просто радуемся этому. Вот и все. В принципе, нам от них не... Родителям детей, образно говоря, ничего не надо. Ну, у которых в полной еще силы, в пике своей жизненной в этом цикле временном. Что им надо от маленького ребенка? Да ничего. Что он может дать? Он может своей святостью, своей радостью, веселой, азорным смехом, достижениями радовать нас. Вот и все. Ну, в принципе, мы... И у меня до сих пор нет своих детей. Я тоже радуюсь. В жизни можно много чем нравится радоваться. А Бог, Он сам в себе блажен. В нем-то все, что сейчас существует, в нем это все вообще внутри, в его голове. Образно говоря, да, или как хотите. Поэтому надо понять, что Богу от нас ничего не надо. А вот нам любить надо. Любовь делает тебя счастливым. Но так как мы не источник все равно. Мы даже Бог источник всякого блага. И начало всего. И он же конец. В нем все возвращается. То мы все-таки посредники, хоть ты треснешь. Хотя мы в нем всегда были. Мы тоже совечны. И все это такая философия замудренность, что не избавайте себя сильно голову. Но кто знает, по простому... Просто бытовуха. Некоторым из моих сестер там когда-то понравилась фраза, да. Я всегда говорю, что любовь, она в бытовухе. В жизни. В реальной жизни. Не фантазийной. А в реальной жизни. И вот эта вот любовь, которую мы каждый день до друга проявляем, она и делает нас счастливыми. Причем она делает именно счастливыми. В основном тех, кто ее делает, а не кто ее получает. Кто любит, тот знает. А если не знает, значит, никогда не любил. Именно благо, как Павел сказал, то же самое. Блажение давать, нежели принимать. Но он взял две вещи. И действительно так. Конечно, мне тоже приятно, когда мне делают. И радостно, и отрадно, когда мне доставляют удовольствие. Поэтому это так. Но на самом деле, все-таки давать это блажение. Это приятель. Это факт. Если в детстве нам уговаривали, поделись апельсинчиком, конфеткой с другом в песочнице. Вырастая, ты начинаешь понимать это. Осознание этой природы бытия. И ты сам это же делаешь. Не потому что, у тебя мама так говорила. А ты любишь. А любишь, значит, ты делаешь. Или наоборот. Как хотите. Это круг. Я говорю, всегда не разрушение. Поэтому, конечно же, жизнь и вот это распятие, которое от свободы. И вы помните, что сказал Иисус своим ученикам в Гефсиманском саду, что никто не может у меня забрать мою жизнь. Я сам ее отдаю. Хотя он не хотел этого. Он не мазохист Господь. Мазохизм противен природе сам по себе. Никто не испытывает наслаждение от страдания, от удовольствия. Это бред. Бред церковный, религиозный, как угодно. Других сфер всяких, где начинают проповедовать какие-то страдания. Они это полная чушь. В страданиях нет ничего хорошего. Они нас учат чему-то, да. Но Богу учиться ничего не надо было. Он не хотел от страданий. Кто помнит, он три года избегал их. Его пытались ловить. И он уклонялся. И только когда пришел час просто показать нам пик любви, он пошел на это. Но это не мазохизм. Забудьте об этом. Подражание всяким страданиям Христа это бред. Когда придет твое время, проявите. Вы помните, потом ученики его писали. И сам Господь говорил, вас бьют в одном городе. Что? Стойте там, сострадайте со мной. Нет, вы убегите. Бьют в одном городе, убегите в другой. Потом апостолы и говорили, и делали то же самое. Ибо, как я всегда говорил, Иисус и делал, и говорил то же самое. Ибо он сначала делал, потом учил. Но бывало, что некоторые вещи он говорил сначала, потому что не мог сразу учить. Потом учил про те же самые пощечины и про отдание своей жизни. Не мог же он тут же подтвердить. Или сначала сделать, потом сказать. Хотя так и было. В принципе, он распялся и опять отдался на распятие. И опять об этом тоже говорил. Поэтому, конечно же, Господь просто показал нам путь максимальный. Что когда придет твой час, тогда уже не пройтись. Но до этого в страданиях, в горе, в слезах нет ничего хорошего. Это извращение, это неестественно, это неправильно. Если кто-то так понимает, думает, другим делает. Это значит еще не истинно, далеко от нее. И вот это, конечно, любовь. Это надо помнить. Это пройдет бытия. Так она и есть. Ну и когда Господь проявил максимальную любовь, отдав себя на растерзание озверевшим людям. Его распяли, убили, что безусловно. И он воскрес. Воскрес сам в себе. Потому что он Бог и имеет жизнь в самом себе, как он говорил. Что это смысл в воскресении? Смысл, конечно же, бессмертия. И не просто смысл, это символ, да? А это и есть. Просто бессмертие. Господь воскрес и возьмел себя. И вот, в принципе, я все сказал, что я хотел. Уже, наверное, так долго, полчаса. Вот через призму этих простых трех природ бытия, трех истин, открываются все тайны жизни. Ты знаешь абсолютно, как тебе жить. Как тебе поступить самому. Относительно природы, я не знаю. Материального мира, живого, неживого. Я имею в виду какие-нибудь растения или камни. И как поступать относительно людей. Плохих, хороших, больных, здоровых. Религиозных, нелигиозных. Верующих в осиновый пень, верующих в богов всех, пантеонов. Или неверующих вообще ни во что. Верующих в самих себя или еще что-то. Ты знаешь, как в этой жизни поступать всегда. Во-первых, ты просто тупо счастлив уже от познания этой истины. У тебя все в жизни понятно. Ты живешь вечно. Ты живешь счастливо и радостно, даря людям, делая людям добрые дела. И доставляя людям радость, тем самым проявляя свою любовь. Любовь – это свойство природы. Она в чем-то проявляется. И ты, естественно, делаешь это добровольно, свободно. Потому что ты просто сам от этого счастлив. Никто тебе... И в принципе ты можешь этого не делать. И страдать. Ты свободен. Делай что хочешь. И через призму этого у тебя все поступки. Вся жизнь твоя складывается. Ты всегда знаешь, что тебе делать. Как тебе с этим человеком поступить? На работе, не на работе. Есть одна сложность. Если вы сейчас начнете задавать мне, в частности, конкретные вопросы. Как поступить вот тут? Я не отвечу вам. Разные случаи. Просто надо понять, что любовь, она не прописана ни в каких правилах. Ее нельзя во что-то внести. Вот взять вот этот случай, сейчас разобрать. Мы можем даже представить на жизнь Иисуса. Порой ты думаешь, вообще это по любви ли было? Я не буду сейчас говорить о конкретных поступках. Вы все читали Евангелие. Должны читать и знать это. Ну, те же самые выражения иногда его. Казалось бы, не совсем такие смиренные и кроткие. Поэтому надо просто понимать, что такое любовь. Если человек из вас выжимает все соки, или вообще терроризирует вас. Может быть, человек бьет вас. Возьмем мужа, жену, родителей, детей. И терпеть это – это не любовь. К сожалению, у нас это же свойство, я поговорил, вечность, любовь и свобода. О ее проявлении мы очень часто, сами эти поступки, мы пытаемся где-то наковырять в каких-то книжках, в чужих историях, рассказах, написанных, словесных. А это никогда не сработает. И никогда вы ничего оттуда не узнаете. Истина – она в одном месте, вот здесь. И только сам Бог может направить тебя, вот, сделать так, как надо. Зная это, практикуя это, ты будешь все больше и больше познавать. И делай это с чистым сердцем, просто вот с этими тревемыслями. Что я должен, мне хочется просто сделать человеку благо, то есть источник всего – любовь. Все. Господь тебе подскажет, как правильно поступить в данной ситуации. Вот и все. Если ты знаешь, что Бог – любовь, и что даже если ты согрешил, и неправильно почему поступил, потом проанализировал, ты все равно не узнаешь правильность своего поступка, пока не сделаешь. Ты делаешь. Ты иногда можешь потом сомневаться, был ли это голос Божий, или я сам что-то придумал, или я не так сделал, не до конца услышал. Да делайте. А знаете почему? Бог простит нам все ошибки. Мы вечны. Мы такие, мы люди. Кто чем-то занимался, возьмите любую вещь. Но ты что-то делаешь – бац, деревяшку строгаешь, да, как плотник. Можно совершить огрех, грех. Это не страшное, можно исправить. Все это ерунда. Ты даже пришел на всякую боль, завтра все изменится, завтра ты радостью все замалишь. Это бывает, мы причиняем боль вообще случайно, не специально, неосознанно. Ты можешь повернуться, и наступить человеку на ногу в троллейбусе. Ты извинись, улыбнись человеку. Может, вы еще познакомились, может, это девушка прекрасная, или наоборот парень для девушки. И вы потом вечно жить будете вместе. Этот поступок, казалось бы, злой-то наступил, надо человеку обратиться в радость, сдать счастье. Поэтому надо просто жить. Если ты искренне пытаешься делать добро, то из того, что получается, просто делай выводы, иногда не получается. Ты живи и делай. И ты анализируй тех людей, те обстоятельства, или людей, что с тобой стыкуются. Если этот человек требует, это что-то неимоверное. Если человек говорит, пойдем вместе грабить другого, бандит тебе твой дворовый когда-то, а ты тут покаялся, измелся в свою жизнь, предлагает опять встать на путь зла, и ты ему не можешь отказать. Это же не любовь, это же бред. Это каждый вот здесь понимает. Что теперь любовью будет не пойти с ним, еще и прополоскать его мозги всяческие. Сказать, слушай, вдруг, так делать нехорошо. Ты сам сядешь, если узнает, а вдруг ты мою маму отрабишь, я тоже буду потом с тобой нехорошо себя вести. Сдам тебя сам первое, узнаю. Это нормально. То есть надо анализировать поступки. Я сейчас говорю, это можно столько разных случаев придумывать, правды, настоящих и жизни рассказывать. У всех у нас есть проблемы между собой. Почему? Потому что мы вот именно настолько злые и плохие, что у нас каждый день проблемы друг к другу. Мы выносим мозг друг к другу на работе где-то из-за такого, что вообще не стоит этого единого ядница. Более того, есть вещи вообще недопустимые у человека, покаявшего, так называемого, идущего к свету. Это там, оскорбление, допустим. Что бы с тобой ни было, никогда никого не оскорбляй лично. Никогда. И так можно много разных вещей. Убийство. Тебя убивают, твоих детей будут убивать, ты убивать не можешь. Ты можешь их защищать. Положить душу, закрыть спиной, грудью. Пусть убьют вас вместе. Убивать ты не можешь. Иисус никогда никого, Бог ничего никогда не уничтожил. Он творил только добро. Не надо мне приводить там ветхий пример, весь ветхий завет, весь пример. Это отдельная тема. Кто знает прекрасно, я говорю, вы смотрите только на воплощение Бога. И то. На то, как подали нам в люди, что не все, что там описано, может вообще быть правдой. А понятно, что истина, она абсолютно благо, светла, священна, свята. Все это относится к истине. Ну вот так вот. Вот хотелось мне поделиться. Просто мне часто пишут, кому-то не хватает моих каких-то этих проповедей, советов, общения. Я сейчас мало общаюсь, потому что не знаю, что сказать. Я несколько лет проповедовал, и даже те люди, которые, казалось бы, были мне так близки, и мы сблизились, отвернулись даже, можно сказать, от меня. Вот. И поэтому я как-то, знаете, подразочаровался в том плане, подразочаровался в проповеди, что ли, как-то, не знаю, может мне отдых какой-то нужен самому немножко там. С теми людьми, с которыми я сейчас встречаюсь в жизни, я стараюсь как могу все равно светить светом, светом своей души. Не сказками, не былинами, да, а реальной жизнью. В реальности пытаюсь показать, что такое истинное. Можно быть последним негодяем, что-то там разливать красивые сказки и этого не делать. Это ерунда. Ты должен жить так, как ты говоришь, и наоборот, говорить так, как ты живешь. Так что вот так вот, вот в такой светлый день Пасхи по православному календарю, мне хотелось все-таки записать, надеюсь, кто скучал и ждал каких-то моих проповедей, что-то интересное для себя услышит, полезное. Ну, помните эти вещи. На любой вопрос, на любую проблему в вашей жизни посмотрите через эту призму. Запомните раз на всю жизнь, я свободен. Поэтому ты не зря над этой проблемой или ситуацией ломаешь голову, потому что выбранно тебе, как ты поступишь. Поэтому ты ломаешь голову. И поэтому ты будешь в ответе, человек знает, что он в ответе за каждое свое поступление, поэтому он так и ломает голову, как мне поступить. Второе, посмотри, ты сдохнешь. Плоть, она когда-нибудь разрушится. И ты вечен. Не хапужничай сегодня, не делай зла сегодня, завтра это ухнется самому же тебе. Подумай, что нужно, во что нужно собирать. В плоть богатей тебе, в душу. Какие ценности, тленные, нетленные, что важно. То есть через призму вечности посмотри. Сколько ты будешь злотворить, день, два, год, десять лет. Творить зло вечно невозможно, человек с ума сходит. Ну, любовь. И не делаешь ты это только. И как мне поступить по любви-то? А как мне поступить сделать этому человеку добро и радость? Все. Через этот призм все. Но чтобы я сам был счастлив, не надо никогда об этом забывать. Нельзя сделать счастливым человека, если ты сам не счастлив. Никого в округе. Ты сам должен быть счастливым. Надо свою жизнь постараться сделать для себя максимально комфортной. Я не говорю сейчас о каких-то роскошах, извращенных. Нет, просто. Работа. Работай там, где тебе нравится. занимайся тем, чем тебе хочется. Неважно, какие у тебя сложности в жизни. Ищи, меняй, пробуй. Бог будет помогать тебе на всех этапах жизни. Но не так, что ты каждый день с работы как затравленная собака приходил и гавкал на всех дома и так далее. Вот что я подразумеваю под собственным счастьем жизни. Что-то делать. муж, жена, дети. Ну, детей не выбирают, а родители, ну, муж с женой выбирают. Ну, ладно, все тем не буду. Ну, это, я говорю, и закончить это можно чем неверием. Все это упирается в основном, если вы в это не верите. Хотя, это природа бытия. И верим, не верим, она нам будет по лбу бить, как грабли. Потому что мы будем каждый день наступать на эту истину. И веришь ты в это, не веришь. Ну, поверь, чем быстрее примешь, тут вера, такое слово, значит, принятие. Я поверил, я принял Христа в свое сердце. Поверь, значит, принять. То есть, ты примешь это истины, которые просто очевидны, все в твоей жизни многое наладится, я так скажу. Я уже сказал, что я не против страданий, или я, может, не так сейчас скажу. Страдания, боли, печали, слезы, все есть в этой жизни. И у них есть цель научить меня жизни, некоторым ее вот этим моментам, терпению тому же самому. Это прекрасное свойство души или внутреннего человека. Но от них удовольствие может получать только извращенное плод, так скажем. А так, если не естественно, опознание нам дают страдания, это однозначно. Наверное, не надо путать это с распятием Иисуса, не с этими страданиями, которые причиняли ему люди, злые люди, это нет. Ты, конечно, дашь, когда тебе это делают, ты можешь себя познать, можешь ли ты отомстить, вот это тоже, но это не значит, что ты их должен, как говорится, благодарить за это, как я пишу, там, благословляйте врагов. Но я им, что-то понятно, что эти люди делают зло. И тебе от этого тоже печально, наоборот, они рады. Мы должны все жить в гармонии любви. Ну все, на этом все. Всех люблю, целую, обнимаю. Всех рад был. Я хоть вас не вижу, не слышу, но мы же все люди общаемся. Я же понимаю сейчас, что я говорю, хоть и в камеру, бездуховно, вы меня в данный момент слушаете. Я понимаю. Хотя мне в последнее время хочется вот именно, если уж с кем-то вот на эти темы разговаривать, что-то проповедовать, может быть, я окажусь в большом день в городе, может быть, будет встречаться с кем-то. Вот такое живое мне нравится. Никаких церквей я не собираюсь создавать, ни сект, ни собраний. Нет, просто я, допустим, поехал гулять в субботу, куда-то скажу, ребят, я там буду, хотите, подъезжайте, буду там на велике кататься или прогуливаться. Все. Может, это будет в субботу, может, в воскресенье, может, в понедельник. Хотите ко мне кто-то домой там приезжать, хотите, зовите к себе в гости с удовольствием, приеду, познакомлюсь, пообщаюсь. Вот как-то так я это вижу. Мне нравится, я люблю людей, мне нравится все это общение, я сам, естественно, люблю дарить радость и сам от этого радуюсь. Вот так что вот так вот. Ну, будем посмотреть, как говорят некоторые. Все. Все мои крепкие объятия. Всем, всем добра, счастья. До следующей встречи, может быть, что-нибудь запишу. Не забывайте нищих, нуждающихся, помогайте людям, особенно в крайней степени. Никто не говорит, там баловать, это уже по желанию, что там мы. Вот. Не забывайте крайние нужды окружающих вас людей. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok